Добро пожаловать на урок R2. Программирование в Roblox Studio на языке Luan. Так как урок называется R2, это значит повтор материала. Попроще или более кратко. Вы можете по этой теме, логические операторы и ветвление с помощью условий, если иначе, то и так далее. Вы можете посмотреть в других уроках на этом канале. Итак, давайте вспомним. Вот у нас есть логические операторы. Равно, не равно, больше, меньше, больше или равно. В школе вы, наверное, пишете, точнее, мне сегодня сказали, что в школе вы пишете вместо больше или равно вот такой знак. Я уже и забыл. Вот так, видите, больше, равно. Ну, почти во всех языках программирования мы пишем. Такой символ убрали, может быть, на какой-нибудь японской клавиатуре вы его и найдете или в Unicode. Но в языках программирования мы обычно пишем вот так. Больше символ, потом символ равно. Меньше равно. Вот так пишется. Также у нас есть не. Это отрицание. Это означает, что если у вас есть какое-то условие, которое выдает истину, вы можете его перевернуть, инвертировать. Поставив перед этим условием эту частичку нот. Значит, не. Мы сейчас посмотрим это на примерах. Ну, тут также есть в каких-то составных условиях, где вы хотите сравнить какие-то два значения и еще какие-то два других значения, то вы можете поставить такую частичку и. Значит, и это должно быть равно и это. Ну, и также есть или. Либо эти условия равны, либо другие. Так, ну давайте посмотрим какой-нибудь пример. Пример мы посмотрим, как школьник идет в кинотеатр. Ну, я думаю, что такие правила не только в России. Так что, смотрите. Как действуют те люди, контролеры, которые стоят перед входом в кинозал. Они смотрят на фильм, на ограничения, какие распространяются на этот фильм или мультфильм. И смотрят, сколько лет тому человеку, который пытается войти в кинозал. Ну, давайте. Вот у нас есть Маша. Маше 10 лет. Так. Если Маше 12 лет или больше, то Маша идет в кино сама. На фильм 12+. А, ну мы еще хотим сказать, что фильм у нас с такой категорией 12+. Что означает 12+. Значит, 12-летние могут идти и старше. Иначе. Иначе в кинозал Машу пустят только с родителями. Конец. Ну, как здесь по-русски написано? Алгоритм пропуска Маши или недопуска Маши. Посмотрят. Тут все понятно. Давайте попробуем переведем этот алгоритм на русском языке. Попробуем переведем его в язык Луа, который у нас поймет наш Роблекс, например. Создаем переменную local. Маше лет. Сколько лет Маше? Присвоить с помощью равно 10. Итак, в этой переменной находится значение 10. Если Маше лет, здесь у нас язык Луа видит какое-то незнакомое слово. И он пытается найти такое слово в списке переменных. И он сразу же находит нашу переменную. Маше лет. Кстати, посмотрите урок R1. Я там про переменные рассказываю. Так что здесь я, наверное, буду чуть менее подробно про это рассказывать. Итак, язык наш в Роблоксе. Язык программирования Луа, если вы забыли. Он извлекает значение из переменной. Здесь подставляется десятка. И идет проверка. Если 10 больше или ровно 12, тогда делай вот это. Тогда делай печать. Принт. В кавычках. Видите текст у нас? Тогда на экран будет напечатано. Маша идет в кино сама на 12+. Иначе. Else. Печатаем в кинозал Машу. Пусть я только с родителями. Как вы думаете, какая часть условия сработает? Если или иначе? Напоминаю, что Маше 12 лет. Сработает в данном случае это условие. Давайте посмотрим в нашем Роблоксе. Как это сделать? Кстати, можно во вкладку View зайти и включить Command Bar. Вот такая Command Bar. Без написания скриптов, без создания, мы здесь можем какие-то простые вещи делать. Например, написать переменную. Маше лет. И присвоить 10. Только local здесь не пишите. Здесь такие переменные просто создаются. Маше лет равно 10. И извините, я здесь увеличить шрифт не могу. Но Роблокс не дает его здесь увеличивать. Маше лет 10. Давайте напечатаем, сколько лет Маше. Принт. И в скобочках название. Переменной. Маше лет. Скобка закрывается. Так. Я две скобки написал, извините. Вот Маше лет. Да, напечаталось 10. А давайте попробуем какое-нибудь условие здесь напечатаем. А, давайте оставим. Маше лет. Если Маше лет, больше или равно 12. Нажимаем Enter. Как вы думаете, оно выдаст нам истину или ложь? Нам язык Луа выдал ложь. Действительно. 10 не больше и не равно 12. Ну, давайте напишем уже программку, которую будем менять. Программы мы обычно создаем. Простые программы. Если мы только изучаем Роблокс, мы обычно создаем здесь. В Explorer, в окошке Explorer, добавляем скрипт. Server Script Service. Добавили. Пусть Hello World остается. Это не важно. Так. Пишем local. Маше лет. Маше лет у нас пусть будет 10. Теперь мы должны условие написать. If Маше лет больше или равно 12. Это я повторяю. Повторяю то, что у нас было в презентации. То, что я вам показывал. Давайте я сразу немножко изменю. Усложню. Давайте. Зачем мы здесь все время пишем 12+. А вдруг сейчас идет мультфильм 6+. Или так далее. Создадим. Чтобы все время не печатать здесь. Не менять здесь число. Давайте создадим еще одну переменную. Ранг фильма. Или давайте проще напишем. Фильм лет. Ну, это я так придумал и назвал так переменную. И здесь мы будем указывать возраст, с которого можно запускать на этот фильм людей. Пусть он называется так. Ну, вот. Ну, и здесь печатаем. Маша идет в кино. А здесь Маша плачет. Ладно, пусть не плачет. Просто не идет. Она идет, наверное, в буфет и ест там какие-нибудь гамбургеры. Так, ну, и давайте запустим. Посмотрим. Идет наша Маша в кино или нет. Так. Маша не идет в кино. Вот здесь мне написано. Так. Ну, отлично. Давайте тогда остановим и попробуем изменим. Давайте Маше сделаем 11 лет. И запустим. Маша все еще не идет в кино. Почему? Потому что в переменной Маше лет 11. А здесь мы условия написали. Если Маше лет больше ли равно фильм лет. Давайте сделаем Маше 12 лет. Наконец-то Маша идет в кино. Все отлично. Так. Давайте теперь сделаем так. А если на фильм можно идти только с 16 лет? Видите, я в переменную перед нашим условием, перед нашей программой занес 16. А Маше пусть остается 12. Смотрим. Маша снова не идет в кино. Что за безобразие. Ладно, давайте вернемся к нашей презентации. Так. Здесь у нас не то, что усложняет ситуацию, а ситуация, с которой вы часто, наверное, сталкивались. Что если вас не пускают в кино, в сеанс на какой-то с возрастом, то если с вами родители есть, то вы можете с родителями пройти на сеанс для людей постарше. Давайте теперь посмотрим на наш алгоритм. Если Маша 12 лет, ну а... Так. А кино у нас, напоминаю, 12+. В этом же... В этом примере. У нас во всех примерах 12+, кино. Так. Если Маша уже 12 есть, она идет в кино. Вот эта часть нашего условия сработала. Вот эти уже части не выполняются. У нас отсюда программа переходит сразу к следующей строчке за концом. И начинают выполняться следующие строчки в нашей программе. Ну или в нашем алгоритме, если мы по-русски вот его здесь пишем. Так. Ладно. Но мы помним, что в примере у нас Маше 10 лет. Да? Итак. Первое условие не сработает. Если Маше 10 лет... А, ну вот иначе. А родители пришли с Машей или нет? Давайте такую переменную создадим. Если с ней пришли родители, то Маша сможет посмотреть этот фильм с родителями. Но если Маше меньше 12 лет, еще и родители не пришли, то тогда выполнится вот эта вот часть. Маша пойдет домой. Смотрим. Пример. Ну давайте лучше будем сразу набирать этот текст. Мы просто изменим. Давайте еще одну переменную. Так. All the есть. Так я назвал переменную. Это значит родители с Машей. Что мы можем сюда занести? Количество родителей занести? 1, 2 или 0,5. 0,5 это бабушка будет, например. Или дедушка. Но я думаю, так не пойдет. Давайте в этой переменную будет логическое значение. Либо есть родители с ней. Там не важно. Хоть один, хоть двое, хоть там 10. Так. Пусть с Машей у нас будут родители. True. Если вы забыли, то ложь по-английски false. Вот так вот пишется. Так. Итак. Вот эти два минуса это комментарии. Видите, они серым написаны. Значит язык луа просто не увидит эту строчку. Он будет работать. Работать. Убрал. Сотрем. Так. Итак. Маше сейчас 12 лет. Фильм. На фильм пускают 16. Родители есть. Запускаем. Смотрим. Идет Маша в кино или нет. Маша не идет в кино. Все правильно. Мы забыли условия наши про родителей сделать. Так. Если Маше и так уже хватит лет, чтобы идти в кино, то она пойдет. Давайте вот сюда добавим условия. Else if. Это слово ключевое в языке луа переводится иначе если. Видите, слитно пишется. Иначе если. И здесь нужно обязательно тоже написать тогда. Посмотрите в нашей презентации. Иначе если. Вот оно переводится как else if. И здесь обязательно после иначе если. Вот видите, раз слово если, значит здесь какое-то условие должно быть. А если просто иначе стоит, то никаких то, вот этот вот zend, никаких здесь стоять не должно быть. После else сразу идут команды и они заканчиваются ключевым словом end. Значит здесь может быть не одна строчка. И здесь тоже. И здесь может быть много-много-много строк. Так. Ну давайте. Вернемся к программе. Видите как классно. Я теперь не стараюсь уложиться в 5 минут. Потому что те для кого я эти уроки писал, они их не смотрят. А вы дорогие зрители смотрите. Неважно 5 минут они или 20. 25. Продолжайте в том же духе. Станете крутыми программистами. Сделайте супер игры. И обо вас все узнают. Так. Else if. Здесь давайте подставим переменную, в которой у нас хранится признак. Истина или ложь. Есть родители с Машей или нет. Так. Е. Так. Ну и нам нужно еще добавить иначе. Машу же все равно могут не пустить, если родителей нет. Помните, я вам сказал, что после иначе ничего не должно быть. Так. Маша не идет. Маша идет с родителями. Идет с кино. Здесь. С родителями. Ну и давайте запустим. Посмотрим. Пусть от Маши или нет. Маша идет в кино с родителями. Все отлично. Так. Давайте теперь попробуем. Попробуем. Во-первых, чтобы родителей не было. А, нет. Пусть будут родители, но мы Маши. Нет. Давайте берем родителей. Нам нужно все ситуации проверить. Вот первая ситуация. Вторая. И давайте Маша не просто идет. Маша сама идет. Сама идет. Без всякой помощи. Так. Тогда мы здесь сделаем Маше 16 лет. Родителей нет. Видите? Ложь занесена в переменную. Алды есть. Маша сама идет в кино. Отлично. Это потому, что мы ей сделали 16 лет. Так. Или давайте Маше опять сделаем 10 лет. А в переменную фильм со скольки пускать? С 6 лет сделаем. Видите, как здорово, что я здесь переменные использовал. И здесь написал переменные. Мне не приходится бегать по всему коду моей программы. Он может занимать там тысячу строк. И искать, где же изменить числа. Вот для этого переменные и используют. Чтобы в одном месте где-то занести значение. Вот. И вся ваша программа работала хорошо. Так. Итак. Маше 10 лет. Фильм 6. Маша сама идет в кино. Отлично. Так. Давайте теперь третью ситуацию попробуем. Фильм опять делаем с 12 лет. Родителей нет. Должно сработать вот это. Смотрите. Как проверить. Вы всегда, когда пишите программу, старайтесь не только в компьютере проверять, но и как-то у себя в голове. Подставляем вместо этих переменных их значения, которые вы примерно знаете. Так. Сюда 10. Больше или равно 12. Не сработало. Вот это условие не сработает. Значит мы перескакиваем на следующее. Иначе если проверяем, а лды есть, здесь у нас ложь. Значит это тоже не сработает. Значит мы перескакиваем на последнее. Иначе. Маша не идет в кино. О горе. Маша не идет в кино. Ладно. Тут, наверное, надеюсь вам понятно. Посмотрим, что у нас дальше. Ага. Вот что может быть. А родителей может рядом не быть. Но родители могут написать ей бумагу и подпись поставить. То, что они разрешают Маше идти на этот сеанс. Ну что ж. Ладно. Добавим еще одну переменную. Так. Не лды, а разрешение. Если бы я писал не в Роблоксе, а например, ZeroBrandStudio и вообще Луа, язык, позволяет русскими буквами пользоваться в названии функций, переменных. Ну, Роблокс у нас такой ругается. Хорошо хоть позволяет выводить текст на русском языке. И то спасибо. Так. Я пишу по-английски, поэтому. Разрешение есть. И давайте напишем есть. Что за разрешение? Ну, это бумага, с помощью которой родители разрешают детям ходить на сеансы постарше. Так. И вот разрешение сюда. Ставим переменную. Так. Так. Маша идет в кино по разрешению. По разрешению. Итак, Маше 10 лет. Фильм с 12 только пускают. Родителей нет с ней. Разрешение есть. Давайте запустим. Маша идет в кино по разрешению. Классно. Давайте разрешение у нее отоберем. И еще раз запустим. Мучаем бедную Машу. Маша не идет в кино. Отлично. Это условие не сработало. Это не сработало. И это не сработало. Но смотрите. Как можно... Так. Что у нас дальше? Ага. Во. Куда... Как и как... Как и куда добавить условие, что если фильм на 18+, то Маша в любом случае пойдет домой. Действительно. На самом деле в России, по-моему... Единственное, я сейчас прочитал специально для вас перед этим уроком. Правила двух кинотеатров, они отличаются. Просто я знаю, что на 18+, нельзя. Даже с разрешением и даже с родителями. Если человеку нет 18 лет. Я знаю, что вы, может быть, и проходили. Ну, это уж на совести этих кинотеатров. Если их поймают на том, что они вас пропустили, у них будет огромный штраф. И больше вас никогда не пустят. Так. Что же сделать? Нужно добавить еще условие. Что если... Если Маше Бу... Так. Можно сложно написать условие. Давайте я сначала простое сделаю. Здесь мы пишем Машу. Маше еще только... Только, только, только... Так, только сколько ей? Маше еще только... Я воспользуюсь двумя точками. Эта штука позволяет склеивать текстовые строчки. Но она позволит приклеить сюда к тексту и число. Так, Маше еще только столько лет. Открываем кавычку. И еще одну строчку с клеем. Так. А... Фильм... 18+. Поэтому она не идет даже с родителями. Такая длинная строчка. Итак. Теперь... Если Маше меньше... Так. Первый слой. Ну, первый слой будет такой же, как здесь. Если, например, Маше 18, то он сработает. И сюда еще пишем еще одно условие. И... Или я неправильно? Помогаете вы в комментариях. Конечно, сможете помочь. Так. Если Маше больше лет, чем положено на фильм... А, ну да. Если... Так. Я должен перевернуть условие. Если Маше меньше лет... Меньше 18. End. Это уже второе условие. Сейчас буду писать. И... Фильм лет... Пускают больше или равно с 18. Тогда Маше не пойдет. Смотрите. Если Маше меньше 18. И... На фильм... Пускай... И у фильма рейтинг больше или равен 18. Вдруг у нас рейтинг еще какой-нибудь придумают. Например, 21+. Тогда будет вот что выдано. Маше еще столько-то лет. Фильм... Так. Давайте здесь тоже поставим... Не просто 18. А здесь мы подставим реальное значение. Вот так. Это условие сработает, потому что здесь... Почему такое краткое сравнение? Потому что на этот фильм в любом случае не пустят ребенка. Даже если алды есть. Даже если разрешение есть. Давайте теперь поэкспериментируем. Так. Запускаем. Маша не идет в кино. Угу. Ну давайте, во-первых... Почему не сработало то условие? Потому что оно работает только для фильмов, которые больше 18 лет. Больше или равны 18. Давайте вот 18 лет сделаю. А Маше все еще 10. Ну-ка. Маше еще только 10. А фильм 18+. Поэтому она не идет дальше даже с родителями. Ну, по-моему, здесь объяснять уже нечего. Я и так все варианты разобрал. Могу сказать, что составные условия могут быть очень сложными. Например, у нас здесь две части. Мы здесь сравниваем. И вот здесь сравниваем. Причем смотрите. Язык луа так работает, что он сравнивает первую часть перед end, перед и. Если Маше уже будет 18, то вот это условие уже не сработает. Не то что не сработает, оно не будет даже проверяться. Сразу переходим к следующему сравнению. Если вы хотите очень-очень много вот таких end, old есть или еще какие-то там сравнения. И вы боитесь запутаться, например, в этих условиях. Вы можете окружать их скобками. Как и в математике, выражение в скобках вычисляется в первую очередь. А только потом. Знаете, что можно сделать? Сегодня будет. Сейчас мы уже закончили с уроком. Сейчас я вам буду рассказывать про домашние задания, которые нужно сделать сегодня. Поэтому я все-таки расскажу здесь интересную вещь. Я уже допускал. Сегодня я разговаривал с ребятами. Мне многие сказали, что мы проходили на фильмы, на которые нам нельзя. Мы сами проходили без родителей и так далее. Поэтому добавим мистера случайную, мистера счастливый случай сюда. Ор. Эх, здесь плохой пример. Так. Ага. Я хотел сделать так, что иногда контролер закрывает глаза и Машу пропускает. Давайте мы тогда переделаем какое-нибудь другое условие. Так. Мы давайте поставим вот это условие вперед. Потому что все условия по порядку проверяются. Сначала первое. Так. У первого мы просто if пишем, а у всех последующих пишем уже else if. Чтобы у нас получилась цепочка. Итак. Маша сама идет в кино. Мы написали больше или равно, если Маше больше или равно лет. Или счастливый случай. Как счастливый случай. Как подбросить какую-нибудь игральную кость. Что повезет ей или не повезет. Или монетку подбросить. У меня есть специальный урок про случайные числа на этом канале. Можете посмотреть. Он коротенький. Пусть то вам будет ясно, как работают случайные числа в языках программирования, в языке луа. А здесь мы воспользуемся вот таким. Math Random. Например, 6. Мы подбрасываем. От 1 до 6. Вот эта функция с таким параметром. От 1 до 6. Она нам будет случайно выдавать число. От 1 до 6. Можно даже напечатать. Давайте я здесь сделаю. Print. Помните, да? Print Math Random от 1 до 6. Тройку вывел. Еще пятерка, двойка. Видите, все время случайные какие-то выпадают. Нам это подходит. Но нам нужно теперь сравнить это выпавшее число. Например, если это число меньше и равно 3, то тогда Маше повезло. Или давайте вообще сделаем. Не кость игральную от 1 до 6, а монетку. У монеты есть либо первая сторона, либо вторая. Тогда мы сравним вот так. Если это вторая сторона подброшенной монетки, Маша идет в кино. Так. Ну давайте попробуем. Запустим. Маша не прошла в кино. Запускаем еще раз. Маша не прошла. Я правда не знаю, как там у нас монетка подбрасывается. О! Маша идет. Маша сама идет в кино. На третий раз или на четвертый у нас подбросилась монетка. Монетка и мы получили вот в этом выражении двушку. Надеюсь, вам это удастся где-то использовать. Такой трюк. Например, вы пишете... Ну вот я сейчас пишу игру. И там мне нужно управлять монстрами. Но чтобы монстры не все время бегали за человеком, а что-то делали. Например, нужно какой-то маленький шанс давать монстру, когда он задумывается, что же ему делать в данный момент. Либо гнаться за игроком, либо подобрать какую-нибудь вкусняшку, которую может игрок поднять и подлечиться. Например, аптечку. И вот я даю маленький шанс зомби, чтобы он отвлекся от игрока и подошел и поднял что-то с земли, чтобы сделать игроку хуже. Так. Ну ладно. С Машей мы закончили. И вот теперь домашка. Так. Ну, ребята, давайте я вам домашку объясню. Подготовка к домашнему заданию. Запросить RoboStudio. Создали скрипт, как мы сейчас сделали. В сервер. Script Service. Вот заготовка. Четыре строчки помещаем. Эта заготовка будет каждую секунду создавать новую деталь из воздуха. И эта деталь будет появляться в центре нашего уровня. Но обязательно создавайте. Слушайте меня. Есть такие ребята, которые не слушают. И создают, например, не Base Plate, а какую-нибудь с ландшафтом, с травой. И, конечно же, они не видят этих деталей. Потому что, если вы создаете ландшафт с травой, то координаты 0,00 будут находиться под травой. И деталь будет проваливаться под Base Plate, и улетать вниз, и исчезать. Вы просто не увидите новых деталей. Так что, когда вам преподаватель, ну не я, а кто-нибудь, говорит сделать вот так, ну уж сделайте так. Вы успеете поэкспериментировать потом 10 раз. Так. Итак. Мы подготовили. Я объясняю, что происходит. У меня есть, конечно, в уроках, по-моему, даже в первом уроке по RoboStudio мы создаем деталь. Local Part. А, во-первых, цикл. Вот это цикл. Мы циклы в серии уроков R еще не проходили. И мы еще до этого дойдем. Цикл это такая штука, которая повторяется какое-то количество раз. В данном случае цикл бесконечный. Потому что, если вы на русский язык переведете слова, получится вот так. Пока истина, делай. Здесь конец. И вот то, что между делай и конец, между do and, будет пока истина, а здесь истина не изменится. Здесь же не переменная, а просто подставлено значение истина. И вот эта вот штука будет бесконечно крутиться, крутиться, и каждый цикл выполняется, выполняется. Итак, в этой строчке мы создали какую-то деталь. По умолчанию, это прямоугольник серый из пластика. И он у нас появился на Workspace. Workspace это вот, вы знаете, наверное, Workspace, где у нас все детали расположены, где мы что-то создаем, дома и так далее. Вот здесь. Здесь и игроки бегают и так далее. Так. Если вот этот Workspace не напишите, то деталь появится где-то в безвоздушном пространстве, будем так говорить, и через некоторое время исчезнет. Вы ее не сможете увидеть. Есть, конечно, способ, как ее вытащить из этого безвоздушного пространства на нашу игровую площадку. Это вы смотрите в нормальных уроках. У меня есть на канале. Обязательно должна быть пауза. Иначе у вас, для всего остального, у вас будут создаваться каждое мгновение, каждый кадр, будут создаваться новые детали, и скоро они переполнятся. И самое главное, не то, что что-то переполнится, а самое главное, что для работы Роблокса не будет оставаться времени. Обязательно пишите wait. Можете, конечно, уменьшить или увеличить эту задержку, но только так. Потому что, например, сегодня ученик не написал эту строчку. Ну и что? Роблокс просто зависает. В нормальных ситуациях Роблокс скажет, что у нас в таком-то скрипте в вашем задержка. Поэтому он перестает работать. И как бы Роблокс дальше работает, и вы знаете, где ошибка. Но вот сегодня мы в новом Роблоксе запускали в обновленном, у нас просто Роблокс зависает, если здесь у нас нет вейта. Возможно, они это исправят. Дальше. Так, смотрим, что дальше по домашке. Итак, домашка из четырех частей. Первое. Сделать так, чтобы детали появлялись размером 1 на 1 на 1 стад. И еще. Сделать, чтобы детали появлялись случайного цвета. Итак, смотрим. Я вам немножечко подсказываю, наверное. создали деталь. И потом, после этой строчки, мы можем уже менять ее размер, менять ее положение, менять ее цвет перед вейтом. Но не надо эти строчки писать до цикла, и особенно по. Потому что до цикла у нас нет еще переменной парт, в которой созданная деталь хранится. Понятно? А все строчки после end никогда в жизни не выполнятся. Хоть вы их тут 200 миллионов напишите, ни одна строчка после вот этого end не выполнится. Потому что здесь цикл с этим значением true, он бесконечный. Он все время будет работать. И никогда ваш роблокс в этом конкретном примере. В других примерах то есть, конечно, как завершить цикл и начать, чтобы работала программа со следующей строчек. Но здесь этот цикл бесконечный. Он выполняет только те строчки, которые между do и end. Этих строчек может быть хоть 20, хоть 200. Итак, здесь у вас подсказочка как же изменить размер детали. Имя переменной помните, в которой мы создаем внутри цикла, в которой появилась наша деталь. Имя переменной. Очень простое имя. Пишем имя этой переменной точка side size присвоить вектор 3 new. Здесь задаем ширину, высоту и глубину в стадах. Процвет отдельно будет в следующем пункте. Так что примените его. Попробуйте сделать так, чтобы детали появлялись не в центре карты 0,0,0, а упорядоченные, например, в ряд. Например, вот одна деталька, потом вторая деталька, потом третья деталька, четвертая. А вы стоите где-нибудь вот здесь например и наблюдаете за ними. Мы уже делали в одном из уроков. Есть урок, по-моему, какой-то пятый. Не надо только его смотреть. Итак, после того, как вы создали деталь, изменили ее размер, вы можете воспользоваться вот такой подсказочкой. Имя переменной точка position большая буква обязательно вектор 3 и вы можете указать по каким же координатам появится наша деталь. Если вы эту штуку не указываете, она появляется по координатам 0,0,0. Вот. Я хочу сказать, что у нас координаты так работают. Так. Высоту это Y, в ширину это X, 0,0,0 у нас вот здесь вот находится. Вот. И есть на нас прям из экрана прям к вам в лицо идет еще одна ось координат, она называется Z. Вот как раз третья глубина. Если мы хотим детальку справа получить, мы пишем так, например. вот справа 5 клеточек от центра. 5. Мы пишем здесь 5,0,0. Если хотим слева получить деталь от центра, мы пишем минус 5. Значит, здесь минус 5,0,0. Кстати, попробуйте высоту писать не 0, а, например, 10. Это выше, чем человечек, и тогда детали будут создаваться в воздухе и будут падать. Можно подойти под эту деталь и получить по голове. Ха-ха. Так, ну и подсказка следующая. Используйте переменные для указания координат. Увеличивайте их значения каждый раз. Каждый раз, как создаете новую деталь, увеличивайте значение внутри переменной. И подставляйте в позицию не просто вручную написанные там 10, 10, 10, а какие-то переменные здесь подставьте, которые вы будете менять. Тогда при каждом новом цикле именно по этим координатам, которые хранятся в этих переменных, будут у вас появляться детали. Так, второе задание. Кстати, задание в принципе не по возрастанию сложности. Сделать так, чтобы детали появлялись. Сначала зеленая, потом красная, потом опять зеленая, потом красная, зеленая, красная. А в первом пункте, ну или даже вот при создании заготовки, вот я назад вернулся, вот здесь, у нас будут появляться детали серого цвета. Бесконечно. А вам нужно сделать, чтобы одна деталь была зеленая, потом другая деталь была красная. Здесь у меня подсказка, как же окрасить деталь. Пишем имя переменной, в которой у нас деталь находится, которую мы хотим окрасить, точка BrickColor, присвоить BrickColor.new, а здесь можете числа писать, от 0 до 255. У меня есть урок, в принципе, про смешивание цветов. По-моему, даже в первом уроке есть. Только мы там такой способ окрашивания в любой-любой цвет не используем. В первом уроке мы, по-моему, ограничивались семью цветами. Итак, чтобы получить красный, здесь нужно будет написать 255. Ох, как мышкой рисовать не очень. Здесь, не забудьте, запятая здесь должна стоять, да? 0 и 0. И тогда у вас окрасится в красный цвет. Как окрасить в зеленый? Подумайте. Вспомните про смешение цветов, и у вас все получится. Так, ну и здесь подсказка, как решать эту задачу. Для чередования цветов используйте переменную, или несколько. И условия if-else. Что же вы можете в этой переменной хранить? Вы можете при каждом создании новой детали в цикле увеличивать нашу переменную на 1. И смотреть. Если в переменной скопилось достаточное число, определенное, ну, допустим, больше какого-то значения, то тогда красим нашу деталь в зеленый цвет. Если там меньше, то красим в красный. Ну и подумайте, как с помощью условий можно сбрасывать эти счетчики в переменных, чтобы начинался отсчет заново. Чтобы у вас не было так, что сначала зеленая одна появилась, а все остальные красные детали. Так, смотрим третью задачу. Все то же самое, как во втором задании. Но чередовать уже 5 цветов. Значит, не просто красный, зеленый, красный, зеленый. А мы должны вот так чертовать. Красный, зеленый, синий, желтый, черный. Потом опять следующая деталь появляется, она уже красная. Следующая зеленая, синяя, желтая и так далее. Вот. Сделали вот этот пункт. Делаем вот эту вещь. При этом каждая вторая деталь должна быть шара. Как же сделать так, что вот у нас они все кубики? Мы можем, оказывается, любой детали присвоить, ну не присвоить, а задать форму. Любой созданной детали. И на самом деле не только созданной детали. Если вы знаете путь, или у вас в какой-то переменной хранится деталь с вашего воркспейса из игры, вы тоже ей можете поменять форму, если она была простая. Была простым прямоугольником, мы ее уже можем превратить снова в прямоугольник, в шар или в цилиндр. Видите, здесь всего три типа форм наших деталек. Когда вы создаете в редакторе какие-то детали, в Roblox Studio, там есть у нас еще конус. Или не конус, клин. Клин. Вот такая вот штучка. Ну, видите, здесь нет этого клина. Так, и как же задать форму? Да все очень просто. Пишем имя переменной, в которой у нас деталь находится, точка shapes, большой буквы, присвоить. И в кавычках пишем название. Либо вот этот кубик, либо шар, либо цилиндр. Все ясно. И четвертый. Четвертое задание, задача отличается от первых трех немножко. Она не сложнее, она, наверное, даже проще. В каждом цикле использовать датчик с заданием чисел. Тут даже уже написано, целая строчка, которую нужно в цикл вставить. У вас при каждом выполнении цикла нашего бесконечного переменной n будет число от 1 до 3. И дальше простое задание. Если выпадет в это число n единица, то мы должны получить деталь красного цвета шар. Если там двойка, то мы должны получить деталь синюю, чтобы она была цилиндром. Иначе, ну иначе это значит, если там тройка или любое другое число. Но здесь другого не может быть. Иначе будет белый или серый блок. А блок, ну значит кубик. Так, сделайте так, чтобы каждый вид деталей появлялся в своей кучке. То есть для появления каждого типа деталей нужно использовать свои координаты. Так, ну что за кучки? Вот когда у нас в центре координат 0,0,0 все появляется, то у нас вот здесь какая-то кучка будет расти и больше, 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 больше. Или детали будут рассыпаться, раскатываться. А здесь нужно сделать три кучки. Вот одна кучка с красными шарами. Другая кучка с синими цилиндрами. И третья кучка с белыми кубиками. И чтобы не раскатывались эти детали, построите вручную в Roblox Studio стеночки невысокие. Между этими и этими. Вот. И здесь кучки должны расти потихоньку. Так. Ну и понаблюдайте за процессом, как узнать, сколько всего у вас получилось шаров, сколько всего цилиндров, сколько всего блоков. Значит, не всего детали, а каждый. У нас же здесь все время случайные числа выпадают. Поэтому у нас теоретически могут выпадать, например, только красные шары. У нас здесь будет огромная куча. А здесь, например, всего один синий цилиндр. А здесь какой-то, ну там, пять блоков. Вот. Как узнать, сколько всего получилось? Что для этого нужно сделать? Можете в комментариях мне написать. Вот так. Ну, на этом урок у нас закончил. Ну, если вы все сделаете, то вот мы такую печатное одобрение ставим на вашу работу. Молодцы. И вообще старайтесь не просто смотреть видеоуроки, а что-то обязательно делать, чтобы поднять. У вас все получится. Подписываемся, ставим лайки. Не знаю, колокольчики можно всякие ставить. Рассказывать. Самое главное, рассказывать друзьям, что есть вот такой канал. Можно подписаться. Потому что мы здесь не только Roblox учим. Вы вообще-то учитесь программировать. Так что, позанимавшись Robloxом, вы сможете сделать что угодно. Ну, на этом пока.